Амдул Маталим Казимагомедов А вокруг лачуги Абдул Маталима горы, досок и железа. Он собирал все это в надежде, что когда-нибудь построит себе дом, в котором сможет в тепле поспать, умыться и приготовить поесть. Помещение хотел делать, комнату из досок, построгать, помещение делать и забор делать и посадить участок. Несмотря на отсутствие элементарных удобств, Амдул Маталим не пропускает ни одного намаза. Мовение он делает на улице даже в мороз и также молится, поселив молитвенный коврик на землю. И верит, что когда-нибудь совершит хадж, отправится к святым местам в Мекку и Медину. Всевышний мне дает силы и укрепляет. Вера большая сила. Кто верует, он не боится ни мороза, ни жары. Я даже пешком, через виза есть, не есть, через Азербайджан, через Турцию, я вот так хотел добраться до хаджа. Но мир не без добрых людей. Увидев, в каких нечеловеческих условиях живет одинокий старик, неравнодушные дагестанцы решили ему помочь. Сотрудники фонда «Инсан» объявили сбор средств в социальных сетях. Буквально за час нуждающемуся старику были собраны все необходимые средства, на которые приобрели бытовую технику, мягкую мебель и жилой вагон. Его спустя несколько дней установили на участке Амдул-Муталиба. Очень было активное участие волонтеров, очень было много звонков, очень много было писем и так далее. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие, кто не остается в стороне на призыв о помощи. Мы с каждым разом убеждаемся, что наши волонтеры, наши подписчики, они самые добрые и самые активные. Амдул-Муталиб просто не верит своим глазам. Осуществилась его давняя и, казалось бы, несбыточная мечта – иметь свой теплый и уютный дом. Теперь дедушка может жить спокойно, не переживая, какая погода за окном. Ас-салам алейкум, ума мусульман. Особенно я ас-салам даю тем людям, которые, сочувствуя мне, помогли, отозвались на мою судьбу. И я не нахожу слов, я им благодарю за их внимание. Я рад, что в исламе, в нашей религии, они укрепляют нашу веру, нашу религию. Но, наверное, самой большой неожиданностью для старика стал еще один подарок, о котором он мечтал долгие годы. Это поездка в хадж. Это мне, конечно, неожиданная радость. Бесконечная радость, которую я не могу вырезать словами. Я, конечно, все время буду им читать дуа, чтобы они были здоровы. Я хочу с ними даже лично встретиться, обнять, поздороваться с ними, общаться с этими людьми. Они во мне укрепили веру в людей, веру в Аллаха укрепили. Я никогда не терял веру, конечно, но они еще больше укрепили. И я понял, что такое люди ислама, религии. Теперь Абдул Муталиб не одинок. Волонтеры будут постоянно навещать дедушку. Все эти годы он, несмотря на трудности, старался не унывать и верить во Всевышнего. И чудо, благодаря вере, произошло. Чудо, которое полностью изменило его жизнь. Патиман Прузива, Рамазан Магомедов, канал Олив, Дагестан.